Всем привет! С вами Алекс, канал Бериллаб. Сегодня работаем с картами, смотрим землетрясения за последние сутки. Я нашел русскоязычную карту, давайте опробуем, как она работает на основе Яндекса. Начнем с Исландии. Видим три землетрясения, три двойки в Исландии. В общем-то, давно не было там активности такой, и видно, что она чуть-чуть подросла. Так, вот у нас здесь тоже растет активность в районе Тейды. 61 километр на северо-восток, 2,2 здесь случилось, но Канара уже фигурирует как минимум недели две, а то и три. В районе Гибралтара, смотрите, четыре двойки, вот у нас вот так вот выстроились в ряд, да. В центральной Италии, смотрите, тоже двойки около Рима, да. В Хорватии продолжаются здесь автошоки, и, конечно же, недалеко вот от Этны. Давайте посмотрим, какая глубина. 186 километров, то есть глубина большая, значит, там все это будет продолжаться еще, вот это красочное извержение вулкана. Так, вот еще здесь у нас в Эгейском море, вокруг Эгейского моря, да, и Критского, значит, здесь двойки в основном. Ну, вот около Измира здесь продолжаются из севера, из юга автошоки. Так, смотрим теперь, наконец-то закончилась Каспия и Закавказь, здесь сейсмическая серия, и стало немножко потише, но двойки все равно происходят, да. Зато вот необычное это в Египте, вообще очень редко в этом месте землетрясения, то есть они, как правило, в районе Красного моря, либо в районе Средиземного моря, вот здесь вот. Вот, ну, вот в такой вот части Египта, что-то я прям и не помню такого землетрясения, на глубине 12 километров, видите, вот такие вот редкие случаи случаются, когда происходит, когда на нас смотрит дыра на Солнце. Так, вот здесь вот интересно, в Афганистане 3,7 на глубине 10 километров, тоже неглубокое землетрясение в Афганистане, тоже не особо часто случается. Так, что здесь у нас в районе Хубсугула продолжается, 3,0, 3,2, 3,2, а глубина 10 километров, ну, думаю, у всех 10 километров даже проверять не стоит. Так, ну и что, смотрим, теперь Камчатка, ничего нет, вот идем, смотрим Японию, здесь какая-то серия автошоков на месте, где была семерка, да. И вот здесь на севере Японии 3,9 на глубине 10 километров. Так, смотрим, что у нас здесь еще интересного есть. Значит, Филиппины 3,1, 3,0, здесь на востоке Филиппин 3,5, вот, на юге как-то скромно здесь представлено, но вот зато в Малукском море здесь 4,6 на глубине 10 километров. Также в районе Соловейси здесь 2,7 есть, да, затем, вот, в районе, восточной, в районе Папуа 4,2 на глубине 10 километров, и здесь 4,2 на глубине 111 километров, да, а вот в море Банда здесь 4,3 на глубине 178 километров. Видите, сколько глубоких землетрясений сразу произошло. Давайте сразу посмотрим, здесь острова, море Флорис, здесь 30 километров глубина, 3,2 к югу здесь 10 километров, так, вот здесь Суматра, значит, 3,3, и здесь 3,5 на глубине 189 километров, вот такое глубокое землетрясение. Так, ну давайте посмотрим, что мы пропустили. Гималая, да, в Гималаях у нас 4,0 выйдет со стороны Индии, глубина 8 километров, со стороны Тибета здесь 3,4 на глубине 55 километров, две двойки, и в Мьянме, в Мьянме состоялось 3,7 на глубине 50 километров. Ну, вообще, как-то кажется, что понемножечку начинается стихать магнитуда, по крайней мере, землетрясений, хотя, если посмотреть, что происходит в районе Фиджи вокруг, то, как бы, вывод, можно сказать, даже несколько преждевремен, но все равно там пятерки в основном, 5,1 на глубине 138 километров восточной Папуа, и вот, смотрите, в Вануату 5,3, здесь в районе Лойалти 10 километров, 5,1, 6,1 и 5,0 у Олес и Футуна, вот, и со стороны Тунга 5,3 на глубине 14,64 километров, какая точность аж, и здесь глубина 207 километров, 5,3, но вот сверхглубоких как-то пока нет. Так, Новой Зеландии 4,9 на глубине 85 километров здесь, ну, это к северу от Новой Зеландии, а непосредственно на ней самой 2,6 на глубине 16,52 километра. Вот, смотрите, две пятерки здесь к югу от Тасмании, 5,4, 5,2, а глубина 10 километров. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. В Африке вот здесь вот со стороны Атлантического океана 5,1 произошло на глубине 10 километров, ну, это на хребте практически. У Антарктиды ничего нет. Так, смотрим, теперь Южная Америка, Чили, вот 2,7 на глубине 25 километров, и вот здесь, смотрите, в среднем Чили здесь большое количество землетрясений, ну, в основном, четверки, тройки, вот самое крупное, вот здесь вот, 4,9 произошло на глубине 36 километров, рядом с Лаосириены. Ну, это такой знаковый городок, где часто происходят землетрясения. И большое количество троек и двоек здесь в северном Чили, вот 3,7 здесь на глубине 139 километров, здесь 3,5 на глубине 131 километров, и вот здесь должно быть, да, 3,1 на глубине 10 километров, то есть неглубокие землетрясения. Так, смотрим дальше. Тишина в северной части Южной Америки, так, но зато вот здесь в Тихом океане, смотрите, 5,8, вот, произошло на глубине 10 километров. Теперь смотрим здесь, Доминиканская Республика и Пуэрто-Рико, но все в той же паре, с эпид тройками, тут Гаити подсоединяются, да, Британские и Виргинские острова, вот, в Панаме здесь 3,9 на глубине 70 километров, ездим на тройке, вот, в Коста-Рике 22 километра глубина, а также вот у нас Южная Мексика, здесь 3,8 на глубине 93 километра, и еще довольно-таки большое количество троек понасыпало в штатах Чепос и Оксака. Так, теперь смотрим штаты. Ну, в Калифорнии традиционно здесь двойки-тройки, в общем-то, как обычно, ничего особенного нет, в районе Монтаны здесь двоечку, вот, случилось на глубине 6 километров всего, в районе Оклахомы здесь 2 километра, да, и Техас здесь тоже 2,5 на глубине 5 километров, то есть все очень неглубокое, глубина залегания небольшая, вот, вот, теперь Аляска, вот здесь вот, на самой Аляске, как бы, здесь активность вполне умеренная, вот, 3,0 на глубине 0 километров, ну, это в горах, так, здесь 3,3 на глубине 16,5, и вот здесь 3,5 на глубине, получается, 27 километров, а вот где крупная серия, так это на Алиутах случилось, давайте разбираться, что здесь случилось, здесь случилось Адриановские острова, 5,6 на глубине 37 и 21 километр, смотрите, до 10 метров меряет, ну, и потом автошок произошел на глубине 47 и 19 километров, ну, вот, такие вот дела. Так, ну, что, на этом все, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу происходящих процессов на нашей планете, и где будет следующее крупное землетрясение, а с вами был Алекс, канал Берегилаб, желаю отличного продолжения,